Егор Крид сегодня в городе. Даже машина с рекламой этого Егора Крида. Будет сегодня жесть, наверное, снять не получится вообще ни одной песни. Доброе утро! 9.30 утра, а я поехала забирать торт из пабликса для Кэтрин. Вот. Вчера у нас состоялся концерт Егора Крида. Это было что-то с чем-то. Сейчас я вам покажу наш утренний океан. И потом мы сядем с вами в машину, и я вам расскажу, что вчера было интересного. Океан спокойный, как красиво. Посмотрите, птички поют. Сегодня, помните, у нас сегодня день рождения у Кэтрин. Будет ее вечеринка, скажем так. Она пока дрыхнет. Смотрите, как красиво. Ох, как красиво. Вот здесь вообще так небо такое сливается с океаном. Даже непонятно, где горизонт. Вот такая красота. Ладно, поехали за тортом. Покажу об этом. Я приняла броши, и поэтому у меня холодно, как обычно. В общем, в общем. Так, сейчас мне нужно настроить кондиционер, потому что очень жарко. Тушно. Ну, в общем, что. Концерт удался, скажем так. У меня даже есть небольшое видео по... Я вставочку вам обязательно сделаю. Но не близко. У нас даже не получилось вообще никуда выходить. Потому что было настолько огромное количество народа, что там было даже не пройти вообще, не выйти совершенно. Там было все заставлено столами. Это, во-первых, поставили еще больше, намного больше столов, чем на самом деле вообще там они должны стоять, по идее. Там у них есть два балкона. Балкона были тоже заставлены все. Люди, которые сидели сначала за столом, и красиво ужинали и пили вино, они потом стояли на столах. Кричали и орали просто, как сумасшедшие. И все его песни. Боже ты мой. Вот. Скажу честно, я половину песен его не знала. И скажу вам, признаюсь честно, мне понравилось. Мне понравилось, как он выступил. Он выступил хорошо. Единственный минус, который я могу сказать, это в том, что у него почти что все песни, у него голос, обработанный компьютером. То есть чувак пел под фонограмму. И вот, знаете, вот, когда... Не ваш голос, а голос у вас обработанный. Ну, вот, обработанный компьютером, то есть как голос-робот там, я не знаю, как объяснить. Почему, что все песни были такие, только старые у него песни какие-то там были, без обработки, без всяких. И даже он, похоже, их пел сам, которые там, знаете, помните, старые песни его были популярны. Как они называются? Моя невеста, еще что-то, еще что-то. А вот это все новое, которое у него сейчас в рэп идет, он вообще весь просто обработанный. Чувак говорит по-английски вообще просто без акцента. Обалденно говорит чувак по-английски. Потому что когда вышел, он начал там что-то, ну, как приветствовать зал на английском, что-то там прощался на английском. Очень-очень хорошо говорит чувак на английском языке. Не знаю, он жил где-то здесь когда-то или как, потому что когда ты живешь в России, и там ты так говорить на английском не будешь. Скорее всего, что он много времени проводит здесь, либо он жил здесь, я не знаю. Вот, один, второй, третий момент. Публика вообще, я не знаю, откуда такая публика вышла. То есть, большинство людей, которые были там, я вообще, я ни разу их не видела в Татьяне, вообще таких людей. Было, хочу, что очень много, очень много было людей, прям богатых людей, которые прям, видно, что у них есть не просто деньги, а большие деньги. То есть, они все фанаты Крида. Дальше, много людей было из России, потому что, как я знаю, потому что они расплачивались карты Сбербанк России, которые требуют пин-кода. И даже один из СССР спрашивает, говорю, вы что, из России, в Китае, я с Санкт-Петербург, говорю, что специально приехали на Канзаркрида из Санкт-Петербурга. А он говорит, нет, мы здесь просто отдыхали, и случайно попали как раз на киноэдитаты, когда он выступал здесь, и поэтому мы здесь. Типа, он говорит, сейчас очень модный в России, прям вообще, прям модный, прям модный. Все от него тащатся, все от него брутся конкретно. И вот вообще прям все балдели, все песни его знают, поют вообще, танцуют. Не, ну в принципе, клевые песни у меня такие, да, молодежные, популярные такие были, танцевальные, классные песни. Вот. Потом многие напились как свиньи. Извиняюсь, но это так и есть. Напились они там, танцы на столах устраивали. Такой себе, дописано, что там кто-то под столами уже устраивали, которые уже, наверное, на такой себе были пьяные. Вот такие вот дела. Такой вот концерт. Мы вообще, было просто настолько много народа, что не было возможности подойти и сделать фотографию, и снять видео вообще никто. И только я издалека там еле-еле там и вот этого мальчика, прыгающего на сцене, я смогла пару там, даже не минуту, а пару секунд, наверное, заснять. В общем, смотрите, этот отрывок, не знаю. Следующий концерт, который у нас намечается, этот концерт, Бурги Бузовой, который у нас состоится в четверг, и возможно, что на Мию даже будет аншлаг. Не такой, как на Крида, но будет аншлаг. Скажу вам честно, Крид вообще, конечно, взорвала вообще всю Америку, всю русскоговорящую Америку. Кстати, там вчера были испаноговорящие, как они пошли туда, как они-то попали туда, без понятия совершенно. Вот так вот. Дальше что? Что дальше? Грубо, потому что показывали, мы смотрели концерты, его у него там было в Бостоне, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке в залы просто были, концертные у него залы были все разобраны, а тут его был ресторан, который вмещаемый, там полторы тысячи максимум. Ну, было больше, в общем, полторы тысячи человек, это больно. Вот. И просто конец, конкретно порвали все. А люди еще, которые там работают, все уставшие, потому что эта неделя выпала вообще такая, скажем так, очень такая продуктивная. В среду одна вечеринка, в четверг день благодарения, в пятницу дальше и рабочий день, в субботу кредит, сегодня снова рабочий день. Я сегодня не работаю, потому что сегодня я у нас вечеринка у Кэтрин. Ладно, я буду закругляться с этим видео, сейчас вставлю для вас вставочку, в следующем видео уже я буду вам показывать день рождения Кэтрин. Я надеюсь, она не будет взывать и говорить мне, не снимай, я не хочу, чтобы ты снимала меня и мои друзья, они хотят быть в своем YouTube-видео. Вот такие вот дела. Ладно, все, прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok